Всем привет! Всем привет, друзья! Как и обещала, сегодня у нас в гостях в прямом эфире будет астролог Евгения Шустина. И мы с ней думали-думали и придумали, что вам наверняка будет интересна тема предназначения, потому что очень много людей, которые начинают практиковать йогу, или даже которые не практикуют йогу, понимают, что занимаются, например, не совсем тем состоянием, и, в результате, начинают искать себя, но это часто занимает очень много времени. Женя, скажи что-нибудь. Да, я говорю, слышно меня? Всё, слышно, да, всё слышно. Сейчас я найду место, где меня будет видно. Вот, вот здесь. Вот, и часто поиск себя занимает очень много времени, но вот есть астрологи, такие люди, к которым можно обратиться, и, насколько я знаю, по нашей дате рождения, место рождения и так далее, то есть нам уже есть то, что нам подходит или нам предназначено. Вот я, кстати, один раз была у астролога как раз-таки по поводу предназначения. Все тогда ходили по поводу личной жизни, а мне интересовало, перед моё предназначение, то, чем мне нужно заниматься. Вот, и, например, мне сказали, что мне подойдёт какая-то профессия, связанная с расследованием, может, службы в органах или где-то. Ну, теоретически, в принципе, по складу ума действительно мне это подойдёт, но, в результате, я преподаю йогу. А, кстати, Яна, это одно и то же, работа в органах и преподавание йоги. Да? Интересно. Почему же это? Расскажи. Расскажу, что, по сути, много факторов у нас отвечают за предназначение. На консультациях я этому примерно час уделяю. И если сравнивать ту планету, которая отвечает за работу в органах, это, по сути, та же самая планета, которая отвечает за йогу. Вот видите, так что всё сложилось как надо. Просто тогда йога была ещё не очень популярна и распространённая, поэтому в видео мне сказали про работу в органах. А ещё такой, смотри, сразу давай скажем вопрос. У меня такой есть. Женя, ты астролог, расскажи, какой? Потому что я знаю, что есть астрология европейская, да, школа, а есть вот, например, западная, да, а есть вот восточная, там, индийская или анавидическая, или так что. Вот скажи, пожалуйста, чтобы наши слушатели видели, знали, понимали. Хорошо, я тогда немножечко ещё расскажу о себе, чтобы у всех сложилось понимание, как, в общем, я до такой жизни докатилась. Занимаюсь сейчас. Я классической западной астрологией, но изучала практически все виды астрологии, в том числе и майя, и кельтскую астрологию. Но пришла я к работе астрологом, так, из бизнеса. И больше 15 лет я по образованию, у меня медицинское образование, фармацевтическое образование, бизнес-образование. И я работала руководителем в крупной фармацевтической компании достаточно много. А потом, а потом астрология меня всё-таки забрала. Увлекла настолько, что я сейчас занимаюсь только ей. Потому что в один прекрасный момент я поняла, что я развиваю людей. Я занималась и коучингом, в том числе, да, на рабочем месте. И я понимала, что я развиваю людей ради целей компании. И мне это не нравится. Потому что я хочу развивать людей ради самих людей, ради их целей. И это идёт вразрез с тем, что необходимо моему работодателю. Поэтому в этом году я просто вот так всё лава уволилась и стала заниматься астрологией. Ну, изучаю я астрологию уже больше семи лет и практикую её, ну, так, для своих близких раньше. А вот в этом году уже, в общем-то, я достаточно серьёзно ею занялась. И вопрос, ну, просто, да, несколько консультаций в день. До этого было чуть меньше, хотя она занимала всё равно большую часть моей жизни. И я скажу, что предназначение – это самая популярная тема сейчас. И даже ещё не просто так. Не просто, да, было время, когда отношения были самые популярные, я вот тебя поддерживаю. А сейчас больше предназначение. Потому что планета Уран, которая отвечает за свободу, за нашу внутреннюю свободу, и она перешла из одного знака в другой, и нас немножечко взбудоражило. Ну, это чувствуется. Действительно, сейчас эта тема прямо на плаву. И более того, она перешла из знака Овна в знак Тельца, а Телец отвечает за деньги. И нас не просто волнует предназначение, а возможно ли заниматься своим делом и зарабатывать этим деньги. Другими словами, предназначение, возможно ли предназначением зарабатывать деньги. Или могу ли я быть более свободным внутренне и реализовываться. Ну, а кто может реализоваться без денег? Ну, это невозможно практически, да? Можно только отшельником где-то в пещере сидеть. Так что эти две темы неотделимы друг от друга. Хорошо. Слушай, знаешь, я еще раз, еще один раз была астрологом. Ну, так, там была достаточно короткая консультация. И меня поразило вообще, в принципе, что я такая, ну, как сказать, нацеленная на бизнес, ну, как бы на работу человек. Вот. А мне сказал астролог, например, еще, что у меня очень важное предназначение дать жизнь какому-то человеку, ну, типа, родить суперноватора какого-то. То есть это же тоже может быть предназначение, да? Или вот что у тебя подразумевается под предназначением? Именно какая-то профессия или какое-то, это, возможно, быть, материнство? Ну, то есть какой-то другой род деятельности? Или ты как бы именно называешь там профессии, какие подходят человеку? Вот. Ой, Ян, спасибо. Это очень интересный вопрос, потому что есть разные, ну, скажем, подходы к самому предназначению. Я подхожу к этому вопросу очень широко и объемно. Первое, я так могу даже разложить. У нас есть семь личных планет, которые отвечают за нашу жизнь, ну, поэтому они называются личные. Есть, допустим, планеты социальной реализации, еще какие-то. Другие, ну, наших личных семь. И каждая, практически каждая планета имеет отношение к предназначению. Другими словами, как жить в комфорте? За это, например, отвечает Луна. Что мне делать, чтобы комфортно жить? Это может быть и рождение ребенка, это может быть какой-то баланс, это может быть, ну, например, может быть такая задача Луны, что ли, да? Назовем так, что человеку комфортно реализовываться в какой-то сфере, определенной даже. А бывает так комфортно, что человеку важно побыть в одиночестве, быть часто в одиночестве. И, например, какую-то свою в этом одиночестве не просто так ему надо быть. Потому что, к примеру, по задаче Солнца, это вторая планета, она отвечает за самореализацию, за внутреннее я. Потому что человеку нужно реализовать свое предназначение, ну, например, Творца. Как вариант мы сейчас берем. И в карте все настолько завязано, что порой ты смотришь, ну, я когда смотрю на карту, мне хочется разгадать тот замысел, который человеку был дан при рождении. Ну, надо так сказать, что в ведической астрологии есть такое понятие. Но на самом деле я вам хочу так сказать, что неважно, какая астрология, они зародились примерно в одно и то же время в разных частях Земли. И суть у них одна и та же. Просто подход немного разный. Просто подход разный, расчет разный, да, фокус на разном. И, а, кстати, я, мне кажется, не поздоровалась. Друзья, я всем говорю здравствуйте. Здравствуйте, потому что, мне кажется, я не сказала здравствуйте всем, кто нас смотрит сейчас или будет смотреть в записи. И только об этом вспомнила. Ну, ничего, я просто счастлива, что мы вышли в прямой эфир вместе, уже накидали нам кучу дат своих рождений. Понятно. Ну, то есть это, да, то есть каждая планета, я поняла, отвечает за какой-то свой, скажем так, разновидность твоего предназначения. Да, добавляет. То есть нет человека, у которого, нет двух людей, у которых одно и то же предназначение. Изюминка у каждого разная. Или путь разный, или способ достижения цели. То есть набор разный. Поняла. И вот у меня, знаешь, такой вопрос, мне вот интересно. Тоже люди же, которые занимаются астрологией, у них же тоже какой-то определенный склад ума. И, наверное, тоже как-то... Они же сами могут посмотреть, подходит им вот быть астрологом или нет? Ты как смотрела вообще у себя? Есть несколько показателей, которые, конечно, показывают. Можешь ты быть астрологом, не можешь. Каким ты можешь быть астрологом? То есть, ну, разные есть показатели. Конечно, я смотрела себя. Конечно, меня заинтересовало, как... У меня была такая интересная история, когда меня очень приглашали, настойчиво приглашали учиться. А я вот решила только попробовать. Астрология была со мной где-то примерно лет с 13. И я сейчас у мамы, маме задаю вопрос. Мам, а вот откуда у нас эти были книги, журналы? Ты интересовалась? Она говорит, нет. И до сих пор непонятно, откуда они были. Ну, как-то они так сами с собой появлялись. Конечно, кто-то, наверное, приносил. Я, видимо, интересовалась. Может, где-то брала, покупала. Но сейчас у меня нет этого понимания, откуда. И я решила, а, после чего, девочки, не могу не рассказать, потому что я считаю, что это очень интересная страница моей жизни, интересный момент. Как-то... Ну, я, в общем, давно уже хотела учиться астрологии, но как-то всё не решалось. Работа, там, дом, семья, всё такое. И однажды мы пошли с мужем на концерт «Золотой граммофон» в Кремле. И в гардеробе стоим после концерта. Я так поворачиваю голову, стоит Тамара Глоба. Она достаточно известный астролог. Сейчас она на Первом канале. А я её знаю почему? Потому что в детстве у меня был её журнал «Тамара». Я её зачитала до дыр. Никто, наверное, уже не помнит, что она издавала такой журнал, а я помню. Я не знала об этом, да. Да. И я просто поворачиваюсь, думаю, боже мой, это она. Мужу говорю, я сейчас подойду к ней. Он говорит, ты что, сумасшедшая? Я думаю, да нет. Ну, надо набраться смелости подойти. Я подошла, она очень приятная и милая женщина. Мы с ней перекинулись там парой слов. И я ей говорю, что, Тамара, а что же вы журналом не издаёте? Что же так же? Интересно было читать. И потом говорю, что вот я хочу учиться астрологии. Она говорит, и зачем дело стало? Говорю, а у вас есть? Она говорит, ну, меня пока нет. Ну, говорит, выбирай, где тебе нравится, и иди учись. И вот я с её лёгкой руки, в общем, стала заниматься астрологией. Жень, вот у меня ещё такой вопрос, так как, знаешь, многие люди боятся идти к астрологу, потому что боятся что-то вот услышать, да, и не знать, как жить с этой информацией. Как раз вот сейчас нам девушка задала вопрос в прямом эфире. И, как бы, отвечая на этот вопрос, как раз посоветуй, как вообще воспринимать информацию, которую ты получишь от астролога. Например, сегодня мы же кому-то прочитаем, там, его предназначение, да, как-то. Вот, как, ну, правильно воспринимать эту информацию, принимать её к действию. Вот девушка пишет, ровно год назад общалась с астрологом, и она посмотрела мою карту. Всё рассказала подробно. Я стала жить её убеждениями, уволилась с работы. Результат, без работы год, ничего не сбылось, разочаровано. Хорошо, я сейчас отвечу как раз это продолжение твоего предыдущего вопроса. Я думаю, почему я в это столько времени не могла попасть в астрологию. И тут недавно я поняла, что самое главное – это кругозор и мировоззрение астролога. То, как он читает эту карту. Карта одна, а читать её можно по-разному. И если бы я без своего жизненного опыта, а у меня, допустим, ну, мне 40 лет, я, у меня двое взрослых детей, 20 и 22 года, у меня карьера в своём бизнесе, и, собственно говоря, мировоззрение несколько другое, несколько образований. И у меня мировоззрение совершенно другое. Я рассматриваю карту как возможность, как возможность высоких достижений. Я так в своём профиле написала, что астрология высоких достижений. То есть для меня это карта для достижения высокого результата. Точно так же, как любой, допустим, не знаю, врач, учитель или преподаватель йоги, ну, скажет, свою транскрипцию по-своему переводит этот язык, точно так же и среди астрологов. Есть понимание у кого-то, что надо напугать людей, ещё какие-то вещи. Ну, там очень разные, точно так же, да, как и учитель. Ну, да, всё через свою призму это переносит. Пропускаю, да. Ну, друзья мои, что я категорически не делаю, что ожидают от астролога, но я не делаю, стоит больших денег, и я всё равно это не делаю. Это прогноз. Потому что прогноз. Вот сейчас, внимание, я расскажу, почему не сбываются прогнозы, и почему это для астролога неблагодарнейшее дело. Потому что, что происходит? Вот у нас есть натальная карта, снимок звёздного неба на момент нашего рождения. Есть положение планет. Что делает астролог, когда составляет прогноз? Он смотрит движение планет на год и рассказывает, что движение планет такое-то, возможно, и такие-то события. Но планеты отдельно от человека не живут. Понимаете, планеты должны быть активированы нами. Если человек, а я ещё веду и тренинги на эту же астрологическую тему, и мы вот на тренингах абсолютно чётко видим, что активировать плохие планеты нам очень легко. То есть мы часто пребываем в негативе, больше в негативе, чем в позитиве. То есть, например, вот сейчас идёт у нас марафон, девочки пишут, что я раздражаюсь. Да, нам это легче. Нам легче злость выплеснуть, недовольство другим человеком. Этим самым мы активируем все негативные планеты. И так тяжело нам выразить радость, так тяжело нам порадоваться погоде, природе. Холодно нам не нравится, жарко нам не нравится, дождь идёт не нравится. И таким образом у нас позитивные планеты, которые отвечают за позитив, вообще не активированы. Ну вот, например, возьму две всего лишь планеты. Луна. Очень часто Луна напряжена. Ну так нам дано от рождения. Луна отвечает за эмоции. Теперь понятно, почему у нас они часто в негатив уходят. И если к Луне приходит хорошая планета, то мы проявляем эмоции. Но понимаете ещё в чём дело? У нас градус эмоций с каждым годом растёт. Если в детстве мы радовались конфете, мама нам дала конфету, то с течением времени машина может не радовать, квартира не радует. Я, например, поступила в институт с таким трудом, это было невероятно, там, 7 человек на место. Мы с подругой ночами не спали, я не знаю, сколько ночей, учили. Поступили в институт, а и планировали, что мы так отметим поступление. Идём из института. Ну это, наверное, всем знакомо, да? Идём из института. Увидели себя в списках. Эмоций ноль. Больше даже какое-то опустошение, разочарование, да? То есть градус эмоций повышается. Поэтому очень многие люди сейчас стараются поднять себе эмоции. А у нас что популярны? Какие виды спорта? Какие развлечения? Экстремальные сейчас. Потому что просто так нас уже порадовать, ну невозможно, что ли, да? Всё сложнее. Или, например, у человека погасшее солнце, оно не работает. В чём это проявляется? Нет внутренних сил. Что самое важное? Нет желания что-то делать. Не горят глаза. Ну можно ещё очень-очень много всего. Человек, например, считает, что он чего-то недостоин. Можно очень много приводить примеров, но это значит, мне зажжено солнце. И представьте, приходит хорошая планета Юпитер или Венера прекрасная, подходит к солнцу, делает с ним аспект отличный, и события не случаются. Потому что солнце не работает. Транзитная Венера работает, но она лишь только шлифует. Получается, что события не сбываются. Я даже не трачу свою энергию на то, чтобы это событие прогнозировать, если оно от меня не зависит. Поэтому я считаю, что самое главное прокачать, проработать свои планеты. А уж потом можно прогнозы. Честно вам скажу, если планеты проработаны, прогноз не нужен. И человек так хорошо, да? Да, потому что ты знаешь, что тебе надо, к чему ты идёшь, более спокойное состояние. За что ещё интересно отвечает Луна? Это интуиция. Вот пусть, да, девочки, или если мальчики тоже есть, напишут, у кого работает прекрасная интуиция? Практически ни у кого. Мы её просто не слышим за эмоциями. Эмоции забивают интуицию. А вообще, такое самое интересное, самое лучшее проявление Луны, когда ты, скажем так, прорабатываешь эмоции, находишься более или менее в равновесном состоянии, в 100% равновесном состоянии невозможно находиться. Это тогда безразличие. А вот если ты находишься в комфортном для себя состоянии, даже если приподнятое настроение, то тогда попадаешь в зону комфорта. Ну, вам, как людям, занимающимся йогой, это очень понятно, да, когда ты в равновесном состоянии, тогда и интуиция работает, тогда состояние у тебя другое, тогда ты ловишь поток. Вот тогда работает Луна. У меня тут хорошая интуиция. Вот, вот. Поэтому это очень интересно. И это только база. Луна – это только база. А дальше пошло Солнце, Венера, которая отвечает за деньги и за отношения, и все остальные планеты. А вот как прорабатываются планеты? Можешь коротенько рассказать? Люди спрашивают. Это с помощью астролога, так понимаю, выполняется. Да. Это очень интересная, с одной стороны, лёгкая тема, а с другой стороны, очень сложная. Прорабатываются планеты очень простыми действиями, не относящимися, казалось бы, к теме. Ну, например, как ещё Луна может проявляться, если она напряжённая? Могут быть напряжённые, и абсолютно точно, у напряжённой Луны напряжённые отношения с мамой. Не важно, какие, в плюс зависимые или в минус. И это совершенно не важно, и там, и там зависимость, и там, и там напряжение. И вот, например, я, ну, допустим, одна из проработок – это медитация. Йога хороша, я её очень часто советую, очень часто рекомендую, потому что там, допустим, медитации очень чисты. Единственное, я потом вам скажу, очень такой интересный момент относительно йоги и энергетики, чтобы вы знали. Так вот, например, медитацией просто человек медитирует, медитирует. И отношения с мамой сами собой нормализуются. Ничего не надо делать. То есть не надо с мамой отношения выяснять. Ну, это такой острый вопрос. Хорошо, солнце, ещё чем может прорабатываться? Например, танцами. Человеку просто надо пойти на танцы. Что ещё может быть? Например, учить язык. Тоже может быть такая проработка. Что ещё может быть? Смотреть КВН у кого-то. Такие, ну, юмористические передачи, и человек в комфорт входит. Вот у меня, например, такая проработка луны. Я смотрю юмористические передачи. Я тоже КВН смотрю. Вот, вчера буквально я так устала, марафон, и консультации, думаю, так, пошла я за своей таблеткой. Посмотрела прекрасно. Друзья, сейчас я скажу. Жень, смотрите, у вас очень много вопросов. У нас просто эфир-то всего один. У меня в сторис на Жене есть ссылка, на её страничку. Там почитайте. У неё очень много постов, именно вот на ваши вопросы, ответы там есть. Так что не ленитесь, после эфира почитайте. Вот, что я хотела сказать. Спасибо, Ян. А я хотела заострить ваше внимание ещё на одной такой теме. одна из сфер в разборе карты это карма. И вам... И вообще, на самом деле, считается, что карма что-то негативное. Такая тётка какая-то с косой. Ну, вот есть в обществе такое мнение. Кто знает, что это такое, то да. Да. И поэтому я каждый раз об этом говорю. У меня, правда, такой небольшой крик души. И поэтому, конечно, я стараюсь говорить об этом достаточно часто. чтобы у всех было одинаковое понимание, что карма тоже входит в состав предназначения. Да. И основная задача что? Мы лет до 33-35 живём по наработкам прошлой жизни, по кармическим наработкам другими словами. И наша задача на эту жизнь научиться противоположному. Вот и всё, да. Вот и вся карма. Но есть кармический возраст. 37-38 лет. И 57. И вот если сложности начинаются где-то примерно в 36-37-38, просто человеку надо знать, что да, это кармическая тема. Всё, более ничего. Никак там карма не наказывает, не бьёт сковородой по голове. Да, просто надо изменить тип своих действий. Возможно, обратиться к астрологу. Ну, потому что это сложная достаточно тема. Но тем не менее, тем не менее, вот так. А, и ещё про карму, что я хотела сказать. Есть планеты, которые находятся в ретроградном положении в карте. И это тоже кармические, ну, так называемые, хвосты их называют. И это тоже входит в состав предназначения. Это тоже учитывается астрологам, по крайней мере, мной, когда я разбираю предназначения. А что ты хотела про йогу сказать тебе, рассказывать, что такое? Нет, всё отлично. Ну, мне очень нравится. Я действительно часто очень советую, потому что йога очень подходит некоторым людям по предназначению. Но и также у меня бывают, были не так много, но были преподаватели йоги. И вот что бы я вам хотела сказать, что существуют определённые правила в традициях, скажем так. И неважно, это даже не столько йоги касается любых традиций. И когда человек фанатично придерживается этих правил, это отрицательная карма. Например, если вы голодаете и чувствуете, что это вас убивает, а есть люди, которые приходят ко мне и говорят, я с сухим голоданием хотел дойти до 40 дней, а у него в карте просто противопоказание 100%, и он понимал, что это его убивает, и всё равно шёл туда, я понимаю, просто человек ещё был молод для этого, чтобы это осознать. И мы потом, когда разобрались, что для занятий йоги у него идеальные показатели для занятий йогой. Но вот такие перекосы, они его реально физически убивали. Поэтому я бы хотела любого человека, неважно, это относится к йоге или относится к совершенно другой профессии, предостеречь от фанатичного использования инструмента. Это даже и к астрологам относится. Если я буду фанатично думать, что астрология это единственный метод, на который стоит обращать внимание, а все остальные, не знаю, пыль, то это тоже будет фанатизм. Ну, тут пишет Таня, что это не про йогу, это про фанатизм. Да, но в плане, что Женя имеет в виду, что это и у йогов бывает тоже. Вообще, в принципе, я согласна, неважно, чем ты занимаешься, важно понимать и адекватно оценить, что это не единственное правильное занятие в жизни и, в общем, неправда в последней инстанции. И никогда, во-первых. Во-вторых, фанатично не нужно никогда ни к чему относиться, и в том числе к тому, что тебе сказал астролог точно так же. То же самое, да. Потому что многие, когда там, например, я просто с кем-то общалась, ну, часто астрологию обсуждаем, в общем, йоги тоже любят эту всю тему, и некоторые говорят, вот я боюсь идти к астрологу, он мне скажет, и я вот зациклюсь на этом. Вот так вот не надо себя вести, то есть все время нужно со здравым смыслом ко всему подходить, вот, и все, в общем. Конечно, более того, когда мы на консультациях общаемся с людьми, да, которые пришли на консультацию, мы стараемся, я стараюсь разбирать те вопросы, те сферы, в которых человек уже задействован. Если человек работает в бухгалтерии, например, да, то смысла обсуждать, что он мог быть хорошим философом, ну, к примеру, да, или кем-то, или врачом, смысла нет. Поэтому мы смотрим сначала путь, который есть сейчас, и, друзья мои, просто корректируем, корректируем способы действия. Вариантов очень много, и я, например, буквально недавно консультировала девушку, и у нее вот очень хорошие показатели на преподавателя йоги, например, тоже могла бы быть. А она занимается переработкой вторичных отходов. Это та же самая сфера. То есть сфер очень много. И вот идеально можно подобрать только, когда понимаешь, чем человек уже занимается, и куда ему просто направить энергию. Ну да, это, кстати, очень хороший подход, я даже такого не слышала, что так делать, потому что, действительно, если человек живет в деревне и дует коров, а ты ему говоришь, что тебе было бы хорошо стать капитаном, там, я не знаю, корабля. Дальнего плавания. Да. то, естественно, как бы ему очень тяжело будет этого достигнуть. Хорошо. Так. Смотри, Жень, мы обещали выбрать какого-то одного человека, а как вот расскажи вообще-то, что людям нужно написать? Им бы все поскидывали дату рождения. Мне нужно дату и город, и я посмотрю только один показатель. Да. А ты хочешь какую-то дату, сейчас, может, у нас вот 180 человек, ну, в плане какой-нибудь год тебя больше других интересует, ты скажи. А, это все зависит от времени, от времени и, ну, дата, город и время. Время рождения, да? Да, то есть у кого есть дата, город и время, можем любого взять, и для меня, это у меня компьютер с собой, я, ну, вот, рядышком, вернее, стоит, я просто сразу вношу и говорю, друзья мои, это будет одна-две фразы, ну, то есть, например, ну, скажем так, состояться как профессионал, это задача солнца, то есть быть профессионалом в своем деле, как вариант. Мы будем смотреть именно солнце, да? Будем смотреть солнце, потому что это самореализация, один из самых таких ярких показателей. Хорошо. Ну, может быть, посмотрим, я вот девушку нашла, ну, просто тут много скидывали просто дату рождения, но вот я вижу, что скинула все. Значит, дата 27.03. 90 год. Время есть? Да, 5 утра, 5.00, Чебоксары. Так, смотрим на солнечко. Ой, прекрасное положение солнца. Вам очень повезло. Одно из самых сильных положений солнца, которые может быть в карте, нужно, так скажем, задача солнца сделать себя. вот люди из того разряда, когда сам себя сделал, это вот как раз эта задача солнца. И вторая задача, а представляете, вот так бывает иногда, что задача, есть в астрологии одно правило, скажем так, если указание повторяется дважды, то это надо обязательно делать. Так вот, у девушки указание повторяется четырежды. Это про то, что себя нужно делать? Да, сам себя, сам себя сделал буквально, в буквальном смысле. Допустим, дело. Сама придумала, сама сделала, сама себя сделала. Это всё, всё о том. Или если сказать более, может быть, так ёмко, это быть сильной обязательно. То есть, такому человеку может казаться, что на него падают различные там сложности и всё прочее. Но задача как раз по солнцу быть сильной и оставаться собой. Вот быть собой реально. И всё тогда будет хорошо. Короче, чтобы быть собой. Тогда реализация будет, да. Да, тогда будет состояние потока. Да, Яна, это ты просто идеально сказала. Ну да. Я просто на самом деле по себе вот могу сказать, что я работала в банке когда-то тоже, да, не всегда я была йога-предодавателем, йоге, и уже начала заниматься йогой, тоже у меня такой был путь. И я, то есть как бы с помощью йоги как раз попадала в такое состояние, когда я была с собой один на один и понимала, что я занимаюсь тем, чем я хочу. И как раз вот я пошла к астрологу, чтобы он меня направил. И вот помимо того, что он мне говорил, это вот служба в органах, он мне говорил ещё что-то такое, что я могу, то есть, обучать людей тоже чему-то. Вот, но по ходу дела астролог вообще не знала существование йоги, потому что он мне говорил, обучать чему-то людей, но при этом это должно быть что-то такое, там, серия не академических наук, а какой-то вот образ жизни, или что-то такое. И я тогда тоже про йогу не подумала, а потом, когда я уже стала преподавателем и стала вообще очень глубоко в йоге, я подумала, что всё-таки он был прав. Но я тогда вообще не зациклилась на том, что он мне сказал потом в органы, но точно я в органы никогда не пойду. Кстати, банки относятся туда же, у тебя одна и та же планета работает. Работа в банке это та же планета, что органы ещё. в душе. Ну вот осмотри, а как ты тогда поймёт астролог, если бы я пришла к астрологу, и вообще я бы ничем еще не занималась и была бы здоровым мыслящим человеком, если бы он мне сказал, что органы тебе подходят, банк и йога, я подумала, что какой-то странный астролог. Или там какие-то есть аспекты, в общем, чтобы понять, что именно подходит. Просто на самом деле, да, нужно делать синтез. Вот ты спрашивала, что астролог, да, как бы, что зависит от астролога? От астролога как раз зависит синтез всех показателей. Мы идём, вот когда я, например, иду, мы идём от таких больших мазков, когда я описываю человека, например, даже я стихии описываю, потому что, ну, например, преподаватель, чтобы быть, вот есть указания на преподавателя, этого мне недостаточно, я должна ещё посмотреть, хорошо ли у тебя проявлена стихия огня. Если стихии огня нет, тогда не можешь ты быть преподавателем, ты будешь уставать, потому что надо отдавать. Хорошо, смотрю, что есть стихия огня, есть указания на преподавание, вот тебе уже два указания. Можешь ты в банке преподавать? Например, если бы ты могла преподавать в банке, я бы тебе порекомендовала сначала посмотреть, преподавание в банке тебе подходит или нет, а дальше мы бы искали, что ещё подходит под эту задачу, под эту реализацию, и было бы несколько вариантов. К примеру, есть у меня одна моя знакомая, которая уволилась с работы ещё до встречи со мной, до консультации, и стригла собак. Она, у неё это была реализация, ей очень нравилось. Когда мы с ней поговорили, пообщались, я просто порекомендовала, посмотри в сторону астрологии или около астрологических наук, тебе там будет комфортно, и, в общем, где-то там находится предназначение. Нельзя сказать, иди точно в астрологию, потому что это неправильно. Человек смотрит, что человек делает, когда вот даже человек 25 лет выпустился из института. Мы смотрим, важно сходить на мастер-классы, на какие-то занятия, и посмотреть, где тебе ёкнуло, где твоя луна сделала выбор. Или Венера, Венера отвечает за выбор, но луна должна ёкнуть. И тогда человек... Сложно. Да. Ну, мы сложные. Не зря нас там сколько создавали. Мы сложные. Да. И тогда, если бы... Тогда бы я тебе порекомендовала, обсмотри на йогу, посмотри где-то там растяжка какая-то, сверхусилие, когда ты делаешь что-то на пределе. Тут важно, что вот когда ты делаешь что-то на пределе, и такое небыстрое. Да, потому что есть даже статичные виды йоги, есть даже самая аэро-йога, и это разные направления, и видно это в карте. Поэтому есть люди, которым я говорю, посмотрите в сторону танцев, и они идут и получают там кайф. Может быть, они не станут учителем танцев, но танцы помогут развить предназначение и понять. Помогут понять, что им нужно. Да. Кстати, насчёт вот разных стилей йоги, тоже астрологии, я просто по своим наблюдениям поняла, что по знакам зодиака можно примерно понять, какая йога, ну, конечно, это редко, но какая йога подойдёт. Вот я, например, земной знак, земной, и мне поэтому, мне кажется, нравится хатха, что ты стоишь долго на земле, долгое спокойное удержание, там, да, далее. Вот, например, я вот тоже заметила, что водным знаком больше нравится аштанга, как раз потоки, ну, вот так вот, в общем. И я написала на эту тему, что вот у меня такие наблюдения. И там люди стали писать внизу, что да, действительно, я там, в общем, знак водный, мне вот нравится больше потоки делать, а я вот земной, мне вот больше хатха нравится. В общем, да, это тоже всё работает. Знаешь, что ещё? Вот смотри, меня спросили, я думаю, многих интересует, как попасть на консультацию, как-то нужно, наверное, можно написать просто в Инстаграме, правильно? В директ. Дело в том, что зависит, всё зависит от того, насколько вы знаете время своего рождения. Там, в пределах, ну, побирки, со слов мамы, в пределах 15 минут, там, двух часов. Поскольку я в любом случае всем ректифицирую, то есть уточняю время рождения до секунд, потому что каждая секунда имеет значение. В астрологии минута, минута, год жизни, один градус, год жизни. Вот, поэтому вы пишите в директ, я спрашиваю, как вы знаете своё время рождения, уточняем. Более того, я не знаю, спрашивали или нет, но я скажу, что если кто-то вообще не знает времени рождения, то тоже это можно уточнить, только делаю это я не сама, а делают специально обученные этому люди. А кто это делаю? Потому что часто спрашивают. А есть специалисты по регрессии. Именно по определению, да? Да. Да, и они уточняют. Я сначала буквально не знала, что с этим делать. Почему? Потому что я-то могу уточнить, но я сомневаюсь. Во-первых, много времени уйдёт, а во-вторых, я всё равно буду сомневаться. А есть регрессивные терапевты, которые смотрят, я вам более того скажу, что они так смотрят, что процесс родов рассказывают. Люди в шоке, да. Но если что, если к тебе обратиться, то ты порекомендуешь, да? Если человек не знает, ты порекомендуешь. То есть, если я понимаю, что я не могу сама это сделать, то я рекомендую другого человека. Поэтому надо в директ мне написать, просто я всем отвечу. Да. В общем, ребят, я подписана на Женю. Заходите к ней на страничку, смотрите посты, потому что астрологов в Инстаграме стало ещё больше, чем преподавателей йоги. Вот. Но действительно, ищите на того, кого реально, кто реально понимает то, чем он занимается, кто делает это добросовестно, доброкачественно. И вот Женя именно такой астролог. А посмотрите, да, по постам, что вам... Да, у меня в директе есть на Женю ссылка, если что, потому что сейчас не понятно, как на тебя... В сторис, да? В сторис. В сторис, ой, извините. У меня в сторис, я сегодня выкладывала, там есть на Женю ссылка, где я рассказываю про то, потому что у нас сегодня будет прямой эфир. Вот. Астролог Шустина, мой ник. Астролог Шустина, да. Да. А не Шустина, а астролог, нет? Астролог Шустина, я читаю под твоим ником. А, проверяю. Хорошо. Да. Вот. Спасибо, Женя. Думаю, мы достаточно подробно раскрыли тему предназначения, было очень приятно пообщаться, практически воочию, вживую, можно сказать. Вот. Всё, ребята, эфир сохранён, кто был не сначала, посмотрите его сначала, сейчас я его сохраню. Хорошего вечера всем. Спасибо, Яна. Женя, спасибо большое за то, что рассказала, очень интересно было. продолжай тоже своё дело, я думаю, что это действительно твоё. Я не астролог, но я как йог чувствую. Хорошо. Спасибо, мне это очень приятно, и спасибо, что пригласила. Спасибо всем, кто смотрел, кто смотрит сейчас и будет смотреть записи. Мне очень приятно, приятно делиться своими знаниями и опытом. Всё, всем пока. Счастливо. Всех обнимаю. Пока. Так, завершаем, чтобы, не дай бог, ничего не слетело.